Всем привет, с вами я Виолетта и сегодня я хочу вам показать все свои новые раскраски за месяц июль, которые я накупила. У меня опять огромная стопка, какое-то бесконечное количество. Если нужны будут какие-то ссылочки, артикулы, то пишите в комментариях, я обычно оперативно отвечаю, просто слишком много книг, чтобы самой вот это писать, поэтому только она актуальна, что не сможете найти. Итак, первое, это две спиральки на Суперфан, в начале месяца была скидка, в общем по 58 рублей купила вот эти две раскраски, такие здесь ответы, это по аниме и по корейской группе, я так не знаю, как она называется. Вот, здесь микс техник, очень красивые девочки, я подумала, что за такую цену как бы грех не купить, вот, тем более людей раскрашивать мне нравится, здесь и вот полосочки спиральки, качество прекрасное. Вот, единственное, вдруг кто не знает, в раскрасках Суперфан ответы идут не по порядку, то есть вы можете подглядеть, да, то есть попытаться понять, что здесь изображено. То есть вот девчонка, и вы смотрите по ответам, я так понимаю, это вот Мион, скорее всего, будто бы. Но это сложно, так что имейте в виду. На Озоне заказала вот такую раскраску «Сладкая жизнь», мне понравилось, что она односторонняя, что она с едой, естественно. Здесь еще в комплекте лист-подложка, это очень хорошо. Многие картинки здесь повторяются из раскраски, вкусные. И еще из какой-то книжки для маркеров тоже. Вот, но, во-первых, тут формат другой, и она односторонняя, потому что у меня есть вот вкусная, да, она двусторонняя. Ну и есть картинки, которые, мне кажется, первый раз здесь я увидела. Ну, надеюсь, вам было понятно, что тут по сюжету мне перевернули немножко, потому что так удобнее листать. Вот, но она такая, достаточно большая, тоже это надо дать в виду. Я думала, она будет поменьше. Далее, перед отпуском забрала китайскую мифологию, очень красивая раскраска, я просто влюблена. Продолжаю пополнять эту серию, у меня не вся серия собрана, у меня там пары раскрасок нет, потому что, ну, мне они просто не понравились. Ну, вот это очень красиво. У меня еще ни одна не начата, правда. Как-нибудь начну все сразу, надеюсь. Алина Плес подарила мне такую раскрасочку. Я думаю, что вы уже видели. А, нет, наверное, еще не видели. Ну, в общем, скоро выйдет влог, я там рассказывала. И, может, уже вышел. Но, по идее, да, наверное, уже вышел. В общем, очень классная мандала здесь, прям вот как я люблю. Так что, еще раз огромное спасибо, Алине. Далее у меня покупки из Турции. Я вам просто вот сейчас их вот так покажу, потому что все эти раскраски я листала уже в отдельном ролике о покупках из Турции. Вот. Такая стопочка у меня. Ну, просто решила показать, чтобы, ну, вдруг кто-то из вас не смотрел видео, и теперь вы знаете, что там кое-что интересное будет. Далее. Достопримечательность России, часть вторая. Мне кажется, все, у кого есть первая часть, уже купили. Я пока не начала ни первую, вот ни вторую, но ничего страшного. Придет ее время. Я уверена, потому что очень красивая раскраска. Это вообще однозначно must have. Далее. На Валберес заказала новую книжечку от SuperFan. С аниме-девчонками. Ну, односторонние картинки, аниме-девчонки в разной одежде, с разными прическами. На основном корышка, конечно, но все равно. Ну, это вообще, это необходимость просто. Я уже огромную коллекцию этих аниме-девчонок собрала, но мне очень нравятся такие раскраски. Это вообще мой любимый формат. У меня еще такая обложка с фиолетовой девушкой. Ну, как такое можно не взять еще? Смотрите, со второй стороны тоже фиолетовая девушка. Ну, просто для меня. Ее сделали раскраску. Также вот Arcturus заказала Delightful, потому что формат потрясающий. Я думаю, что все уже тоже знают. Вот, у меня есть вот Calm, и теперь есть еще вот эта раскрасочка. Я очень довольна, хотя мне бумага в Arcturus не нравится, но такие маленькие картинки ненормальные. Можно и потерпеть. Вот это ручками, я думаю, буду красить, потому что слишком мелко. Тут вообще не понимаю даже, что это такое. Это узор. Он такой какой-то, какой-то из рыбок каких-то состоит. Прикол. Ну, ладно. Такое тоже интересно. Далее мы встретились с моей зрительницей Машей. Она живет в Испании, там учится. И мы с ней уже виделись в прошлом году. И она мне сказала, что привезет раскраску. Какая раскраска, это сюрприз. Единственное, что она сказала, что это стимпанк, и у меня точно ее нет. Вот. И мне было очень любопытно, очень интересно, что же это за раскраска. В общем, вот она мне ее привезла. Она немножечко совсем тут помята, но я вообще на самом деле не критично отношусь к таким вещам. У нее достаточно плотная такая обложка, то есть она прям хорошая с двух сторон. И достаточно плотные листы, то есть они прям, ну не знаю, наверное, 120-150 грамм на метр квадратный. И картинки здесь просто великолепные. Я очень переживала, что мне не понравится стимпанк, потому что, ну, сам стиль я не люблю. Я не люблю вот эти шестеренки, какие-то вот эти вот шурупчики, металл вот этот, ржавчина, да. Вот. И сам стиль вот одежды тоже, это все мне не близко, но насколько же здесь классная отрисовка. Просто великолепный лайн. И я влюбилась в эту раскраску. Огромное-огромное спасибо еще раз Маше за такую потрясающую книгу. Смотрите, здесь даже лягушки как механизм. Что вам тут еще показать? Вот эта картинка очень напоминает мне книжку из моего детства. Там что-то про робота Гошу было. Он очень похож. В общем, очень крутая раскраска. На пружинке, на перфорации еще вот здесь. Буду раскрашивать, скорее всего, такое маркерами, ручками. Вот, ну, то есть никаких карандашей здесь точно не будет. В основном здесь мелкие детальки, то есть вот как раз для фломастеров еще можно использовать. Смотрите, кстати, забавно. Здесь некоторые картинки в ту сторону повернуты, некоторые в эту. В общем, очень классная, очень крутая раскраска. Здесь 50 иллюстраций. Вот, отпечатано в США. В этой серии есть и другие книжки, поэтому, если кому-то будет интересно, можете поискать. Я думаю, что их еще где-то можно найти. Далее забрала лисенка Сагэми. Ну, конечно же, Сагэми. Конечно же, я собиралась взять эту книжку в нашем русском издательстве. Потому что, ну, за иностранными как-то жалко было денег платить, потому что вторая часть мне понравилась больше. Я думала, ладно, куплю только вторую. Вот, а как узнала, что у нас в России ее напечатают, думают, о, за там 600 рублей, по-моему, она мне обошлась. Это прям то, что нужно. Ну вот, очень классная раскраска. Очень вкусно пахнет, очень милая, очень красивая. Я, правда, пока не знаю, чем я буду красить, маркерами или карандашами. Мне, конечно, больше маркерами хочется, но пока думаю. Потому что здесь очень приятные, конечно, эти примеры. Очень-очень надеюсь, что и вторую часть у нас выпустят в Россию. Это было бы просто потрясающе. Вот такая она толстенькая. Ну, я думаю, что тоже все уже видели, все уже купили. Но это любовь, это просто невероятная любовь. Далее две иностранные раскрасочки. Миллион щенков заказала на Валберис, как только они вышли. Ну, я не люблю собак, не люблю щенков. Я абсолютная кошатница. Ну, я уже не раз это говорила. Но здесь, на самом деле, есть и другие животные. Отсылки на предыдущие книжки Лаламаю. Ну, и плюс я коллекционирую ее раскраски. Мне кажется, Алисе, наверное, понравилась эта раскрасочка. Не знаю, будет она ее брать или нет. Ну, кстати, вот вабрадорчики очень милые. Вабрадоров я люблю. Есть еще, знаете, в тиктоке типажи парней. И вот мой самый любимый типаж – это золотистый ретривер или вабрадор. Кто знает, тот теперь знает немножечко больше обо мне и моих предпочтениях. В общем, в целом прикольная раскраска. Ну, в духе Лаламаю, но такая более запарная. У нас с девочками у всех, по-моему, она есть. Так что теперь можем раскрашивать опять девчонками, которые со мной выберем не снимать. И раскрасочка. Позитивные, наверное, цитаты. Я буду назвать ее Good Vibes, потому что как будто бы это название ей больше подходит. Не знаю. Здесь вот такой вот автор. Мне кажется, что она рисовала ведьмочек вот этих, потому что очень похожи картинки на ее стиль. Но не все, правда. На самом деле, некоторые картинки, я думала, это другой художник. Думала, их здесь две художницы. Или художника. Думаю, что это девушка, мне кажется. Но... Ну вот, ну она одна. Очень похожа на ведьмочек. Очень красивые здесь палитры. Причем несложные картинки в целом. Большая часть, мне кажется, несложные. Но есть прям запарные. Особенно первая иллюстрация. Я обычно начинаю подряд. Но я, когда посмотрела на эту первую картинку, думаю, ну, я вообще сойду с ума. Можно, конечно, ее попробовать ручками раскрасить. Но это, мне кажется, будет так долго, что я не выдержу. Но детальки здесь в основном мелкие, поэтому ручками было бы удобно раскрашивать. Вот. У меня здесь одна готовая работа. Вот такая. Очень мне понравилось раскрашивать. Прямо релакс. Что еще? Заказывала в группе Cherry and Rabbit. Далее. Еще одна спиралька. Это уже на Flyprint была акция какая-то. Ну, то ли я скидка, то ли акция. В общем, величайшие художники. Вот так выглядят ответы. Ну, я уже, честно говоря, беру все, чего у меня нет. По хорошим ценам. Потому что, ну, я знаю, что я любые спиральки буду с удовольствием раскрашивать. Конечно, что-то прикольнее, что-то менее прикольное. Но вот когда это стоит там совсем дешево, ну, приходится брать. Потому что обожаю я спиральки. Далее на Simuland за 120 рублей заказала такую интересную раскрашечку. Вообще, там были примеры вот таких коллажей. Вот первые. Вот второе. Здесь, кстати, очень милая картиночка. Мне очень нравится. Вот тут еще коллажек. Полочка такая классная. И там где-то еще есть. Сейчас мы его найдем. Конечно. Я просто хочу вам показать именно, именно Тора. Вот, Тора, за чего я покупала. Ну, очень красивые. Но они, правда, все какие-то с тюльпанами. Но тюльпаны и пионы – это вот единственные цветы, которые я люблю. Все остальные цветы мне равнодушны. Вот. Ну, еще уважаю, конечно, Анютин Глазки. Потому что они носят мое имя, Биола. Поэтому вот так. Ну, ладно. Но меня расстроило, что из 48 картинок получается всего 4 этих коллажа. А все остальное какая-то, ну, такая проходная история. Ну, мне понравились такие кавайные картинки. Вот это мне вообще не зашло. Тут еще, смотрите, вверх ногами. Тут слишком много деталей. Вот эти картинки уже встречались в других моих раскрасках. Ну, вот это, кстати, неплохо. Девушки тоже интересные в целом. Вот этот разворот мне понравился. Но я понимаю, что фиг я его раскрашу. Слишком сложно. Вот. Пейзажи, они точно где-то встречались во всяких разных раскрасках. Вот это вообще супер частая картинка. Вот этот стиль мне очень нравится. В общем, 50 на 50 здесь получилось. Вот это, мне кажется, искусственный интеллект нарисовал. Ну, я не уверена, конечно, но такое ощущение есть. Вот. То есть, в целом, раскраска как бы такая. Ну, за 120 рублей у меня вообще претензий к ней нет. Потому что бумага, ну, не офисная. Чуть потолще все-таки. Картинки классные есть. Ну, и на самом деле можно будет что-то маркерами красить, чтобы не жалко было. Хотя вот, ну, вот эту картинку я могу раскрасить маркерами, потому что здесь иллюстрация, на которой мне, в принципе, все равно. Ну, например, вот эту не могу, потому что здесь вот этот коллажек. Ну, вот эту, в принципе, можно раскрасить маркерами. Ну, вот тоже. Мне и вот эта не очень нравится, и вот эта мне не нравится совсем. И вот эта мне как бы не нужна. Ну, и вот эту я раскрашивать не хочу. Тут тоже, ну, вот эту еще ладно, но она не совсем маркерная для меня лично. Ну, то есть, такие, как бы, получается, такая верстка интересная, что вот тут мне обе картинки нравятся. Я бы обе раскрасила. Ну, непонятно, как бы, что делать, ну, ладно. В общем, не знаю, такое у меня двоякое очень впечатление, но за свои деньги, ладно, нормально. Ой, здесь, кстати, дизайнер-иллюстратор даже здесь. Неожиданно. Еще одна спиральная раскраска. Я вам всегда их показываю в фронтологическом порядке, поэтому у меня вот так, не по категориям. Великие писатели-поэты мне подарила «Лучший друг», потому что она, опять же, была по скидке. И вот эта мне очень понравилась, потому что здесь есть цитаты. Я так понимаю, что это цитаты именно этих писателей. Во-вторых, ну, как вы знаете, да, в Петербурге очень много было именно писателей-поэтов. Ну, и, в принципе, литература от меня уже так далека, что я думаю, может быть, надо бы какие-нибудь аудиокниги послушать. Я, кстати, сейчас начала, уже почти дослушала аудиокнигу с автором «Тошнота». Вот, она такая, очень не похожа на то, что я обычно читаю, и поэтому стало даже интересно. Вот, так что, может быть, ознакомлюсь с классикой повторно. Ну, понятно, что в школе это все проходилось, но мне это было, честно говоря, неинтересно. Вот, сейчас я думаю, что я немножко все-таки подросла и готова что-то переосмыслить. Следующая моя покупочка с Валберис «Школьная любовь». Спасибо папе за спонсорство, очень приятное. Здесь тоже есть непромокайка, потому что, ну, раскраска типа для маркеров. Она односторонняя. Вот, ну, то есть, так, бумажка здесь просто офисная. Очень милая, романтичная история, ну, такая, знаете, супер банальная. То есть, девочка-чихоня, в нее влюбился самый классный парень в школе. У него там есть лучшая подружка, которая к нему подкатывает. У него там есть лучший друг, вроде тоже нормальный чел. Ну, и, в общем, вот такая вот история. Ну, хотите, можете почитать. Вот, но мне понравились именно картинки, рисовка вот этого автора Валерия Артс. Так что, если что-то будет еще выходить интересное, то, может быть, даже куплю. Но стоило 600 рублей, что, конечно, мне кажется, дороговато как-то. Вот, ну, учитывая, что здесь картинок 20 от силы, может, даже меньше. Так что, не знаю, посмотрим. Может быть, я одной обойдусь. Далее я вам тоже в хобби-блоге показывала, что я распечатывала раскраски. Вот у меня такие три штучки. Эту я вам не показывала, но вот сейчас как раз пролистаю. Вот эту картинку хочу сделать. В планах тоже она уже была. Очень милые здесь всякие животные. Если нужен будет файл, то напишите в комментариях здесь. Я выложу в свою группу ВКонтакте. Вот. Ну, очень милые такие животные, хорошенькие. Я думаю еще распечатать раскраску полностью с медвежатами. То есть взять их из разных источников и сделать себе такую прям подборку у медвежат. Ну, пока на это время не жалко. Может быть, попозже. Далее. Про эту раскраску я вам уже рассказывала. Я здесь объединила несколько всяких файлов, которые я нашла. В основном это рекламные файлы от Sun Life. По пять картинок. И у меня здесь маму картинку сила. И десять картинок у меня из... Или двадцать у меня картинок из Color Quasitopie, часть вторая. Мне моя зрительница скинула файл, поэтому его я распространить не буду. Уже говорила вам почему. Считаю это не очень честно, потому что все-таки девушка его купила, поделилась лично со мной. То есть она его не хотела никуда выкладывать, публиковать. Поэтому я считаю, что не имею права его распространять, так как я его даже не покупала. И последняя из этой тройки раскраска. Экстраординарное раскрашивание по номерам. Здесь у меня две книжки. Одна вот с бабочкой на обложке, Одна с каким-то животным из этих. Вот не помню. Волк, по-моему, там. В общем, это ответы к цветочной раскраске. Так, у меня здесь спиралька не была. Здесь порвалось. Нет, не порвалось. У меня нет. И вот животные. То есть 47 таких и 47 таких картинок. Правда, я уверена, что они должны были быть формата А3. Вот, потому что очень мелкие, особенно вот треугольники. То есть они прям крошечные. Но, наверное, такой ручками надо будет раскрашивать. Вот это я себе брала на замену цветовых квестов. Вот мне кажется, по формату они именно как цветовые квесты должны были быть. Но слишком дорого такое будет печатать. Как раз А3 формат. Картины по номерам аниме. Тоже папа мне подарил. Я очень хотела, особенно когда у меня появилось аниме романтика. Я поняла, что вот это аниме тоже мне очень надо. Очень мне нравятся здесь некоторые картинки. Конечно, не все. Но сейчас вам покажу. Вот эта девочка мне нравится. У нее здесь как будто бы инопланетянин на куртке. И у нее типа фиолетовые волосы. Так что отсылочка ко мне. Вот этот мальчик. Я просто в него влюблена. Мой краш. Вот эта девчонка классная. Кто мне здесь еще нравится? Вот эта девчонка классная. Вот эта картинка очень крутая. Ну и в целом вот эта девочка тоже такая приятная. Остальное мне чуть меньше нравится. Меньше всех мне, наверное, нравится вот первая иллюстрация. С девушкой-кошкой. Но я вообще такое как бы не сказать, что люблю. Вот. И вот эта девочка с розами тоже так себе. Вот. Ну, может быть, из-за того, что я бабочек не люблю. Может быть, из-за того, что она на обложке. И немножко так приелась, как будто бы, знаете, замозолила глаза уже. Ну, не суть. 16 картинок есть, что раскрашивать. Далее. Раскраска еда от искусственного интеллекта. Тоже мне папу подарил. Я ее так долго хотела. Вот она как только вышла, я все на нее смотрела, облизывала, слюни пускала. Ну, не покупала, не покупала. Я думаю, у меня столько раскрасок уже с едой, и я не успеваю их раскрашивать. Ну, в общем, папа сказал, если хочешь, надо брать. И мне очень понравились картинки. Мне понравилось, что здесь есть вот и выпечка, и сладости, и коктейльчики, и вот фруктики. Ну, правда, что-то случилось с персиком, такой немножечко, немножечко искусственно-интеллектуальный. Ну, вот, но в целом, вот так, на первый взгляд, больших огрехов я не заметила. Хотя, ну, вот, у меня есть раскраски от Fashion Vector Design, и у них бывают небольшие какие-то косяки. Так что я не удивлюсь, если в процессе раскрашивания там что-то найдется. Ну, вот, ну, довольно терпимо. Тут, смотрите, у трубочки даже... Где она? Даже есть прозрачная часть. Прикольно. Искусственный интеллект явно умнеет. И здесь тоже есть подложка для маркеров. Это вообще супер, что сейчас в каждую, не знаю, третью раскраску кладут подложку. Это прям, ну, молодцы. Спасибо большое за заботу. Еще одна. Ну, уже не спиралька, уже по полосочкам раскраска. Мне она обошлась в 170 рублей. Для Flyprint это вообще недорого. Собственно, поэтому и взяла. Там были у меня какие-то баллы, и раскраски там сейчас по 200 рублей придутся на зоне. Так что, ну, как вот не взять. Это любимое аниме моего молотого человека, ну, одно из. И я подумала, может быть, я его тоже посмотрю, и как раз у меня будет что-то раскрашивать. Плюс оно очень популярное. Так что, так что раскрашивать мне точно будет интересно. Еще одна распечатанная раскраска. Она уже вот такая малышка. Вообще просто умирительная. Вообще она в квадратном варианте, мне так кажется. Да, квадратного формата. Не знаю, как в оригинале, но вот именно в PDF-файле. Но я распечатала ее именно опять. Мне так было удобнее. Мне ее пришили. В общем, сделали обложечку цветную. Вот так вообще выглядит. Здесь очень милые такие уголочки. Буду маркерами раскрашивать. Ну, такая она прям совсем простенькая. Ну, такая хорошенькая. Мне очень нравится. Особенно, вот, конечно, медвежатки. Особенно комнатки без героев. Тут, кстати, много медвежаток. Ну, сравнительно. Я в восторге. Мне прям очень нравится. И здесь последние картинки. Они вот Хэллоуин и Рождественские. Так что даже вот на праздники будет чем заняться. Умилительная. Хотелось бы, конечно, ее прям частенько раскрашивать. Моя головная боль. Вообще, как только эту раскраску анонсировали, я сразу же начала думать, нужна она мне или нет. Потому что, ну, это кружочки. И это очень сложные кружочки. То есть, вы посмотрите, их здесь, не знаю, миллион. То есть, их очень много. Это, мне кажется, одна из самых сложных раскрасок, которые вообще есть вот, ну, в плане антистресс, релакс. И я не знаю, как я буду ее раскрашивать. Но мне вот все хотелось. Я все о ней думала. Ну, ладно, наверное, надо ее купить. И, в общем, когда она стала стоить 200 рублей, и я списала еще бонусы, я заказала. Тоже на озоне. Здесь какая-то вот плохая стала печать. Серая какая-то, неприятная. Вот, ну, исправляйтесь, флейпринт. Не буду говорить, что ничего. Может быть, конечно, это брак печати, поэтому они со скидкой сделали. Тут, смотрите, у меня даже вот что-то попало. Какая-то ссылка какая-то попала. Ну, ладно. Ну, здесь, кстати, тоже вот на этой картинке. Может быть, из-за этого снизили стоимость, но не знаю. Очень люблю этих героев. Это вообще, ну, это самое классическое, наверное, аниме. Но как это раскрашивать, я не знаю. Не знаю. Ну, как-нибудь попробуем. Я вот думаю, может быть, фон вообще красить целиком. Ну, то есть, сначала раскрасить вот эти кружочки, а потом, ну, просто закрашивать фон. То есть, как бы, как сказать. Ну, то есть, вот, где кружки вплотную, просто брать и фигачить вот так вот маркером. Каким-нибудь акриловым. Ну, не знаю. Посмотрим, потому что, конечно, будет выглядеть немножко иначе. Ну, посмотрим. Подумаем, как это все лучше сделать. И последняя раскрасочка — это новая книжка от QQ Shop. Текстильные куколки. Просто невероятная милота. Я, честно говоря, купила бы всю серию этих куколок, потому что, ну, вы знаете, я коллекционирую куклы. Я это все обожаю. И я когда увидела вот этих малышек... У нас в городе, кстати, была суперпопулярная авторка таких кукол. В Петрозаводске, я имею в виду. По-моему, эта кукла называется Тильда, если я не ошибаюсь. И, ну, то есть, я про них достаточно много... Ну, я их много видела на всяких выставках и так далее. В общем, это очень интересно, очень прикольно. Мне нравится, что они здесь с разными прическами, в разных костюмчиках. То есть, они как бы вроде однообразные за счет лица своего, да, потому что они тканевые, но при этом вот они такие все равно разнообразные. Еще похожих малышек рисует Юнея Натмендиновым, как-то так. В общем, тоже Кьюти Доллс называются раскрасочки. У меня даже одна есть. Но я в полнейшем в восторге. Здесь 60 картинок, и, ну, для маркеров это просто идеальный вариант. Здесь еще акварель хорошо ложится, поэтому можно будет какие-то фоны раскрашивать. Но мне кажется, что я буду без фонов делать, просто куколок красить, и все. Вот, в разных одежках. Так что да, еще будет отдельный обзорчик на эту раскраску по традиции, когда я здесь что-нибудь раскрашу. Вот, чтобы поделиться с вами тоже мнением. Вдруг что? Ну, это было все. Такие огромные покупки. Пишите, что вам понравилось, что заинтересовало. Опять же, напомню, если нужны PDF-файлы, если нужны артикулы, все пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много чего интересного. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Пока-пока. С вами была Виолетта.